643 день войны армия россии несет самые большие ежедневные потери за всю историю полномасштабного вторжения в украину об этом сообщает британская разведка и косвенно подтверждает генсек нато я столтенберг украинские атаки на объекты на территории россии минувшие дни были успешными по крайней мере те из них которые пришлись на смоленский авиазавод и на тульский оборонный завод подробнее сегодняшней несводки чуть далее ну и шторм который серьезным образом повлиял и на российскую на украинскую стороны и серьезно осложнил вообще логистику российской армии в крыму помимо этого погода в целом сейчас привела к тому что на поле боя есть множество проблем у обеих армий в том числе с малой авиации с беспилотниками с артиллерией ее применением поскольку нет нормальной разведки беспилотниками в общем это серьезнейшим образом отразилось на нынешних боевых действиях об этом и о многом другом в сегодняшней несводки поддержать ее можете лайком можете написать комментарий ну а лучше всего подписаться на канал именно подписки являются самым эффективным инструментом который отслеживает youtube для того чтобы продвигать видео поэтому если вам не сложно жмякните как говорят блогеры по этой кнопочки ну и поддерживайте канал на патреоне канал существует за счет вас за счет вашей финансовой поддержки ссылка на патреон в описании также есть функция супер спасибо кнопка с долларом в сердечке прямо под видео давайте начнем со шторма который произошел точнее с его последствий сам шторм я думаю вы уже видели циклон в черном море и на юге украине нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежнего юга россии и оккупированной украины влияет на темп военных действий вдоль линии фронта на войне в украине но в частности не остановил военные противостояния полностью российские источники опубликовали изображения и материалы воздействия циклона на гражданскую транспортную инфраструктуру в прибрежных районах краснодарского края в том числе вблизи сочи анапы геленджика новороссийска и туапсе украинские российские источники также отметили что прибрежные районы оккупированного крыма оккупированной херсонской области и большей части одесской области сильно пострадали от снегопада и серьезного ветра в результате чего большие группы населения остались без электричества в мс украины и южном оперативном командовании в частности сообщили что опасная погода в черном море вынудила россию вернуть все свои военные корабли и ракетоносцы в пункты базирования зет-блогер борис рожан также предупредил что минная угроза в черном море в ближайшие дни возрастет как для военных так и для гражданских судов поскольку шторм повредил заграждение рассредоточил минные поля в результате чего мины начали дрейфовать по всей северо-западной части черного моря вообще отдельно добавлю что значит история с вообще севастополем с крымским полуостровом а сейчас для россии будет довольно опасная не только потому что много чего разрушена но и потому что те заграждения которые выстраивались месяцами тоже приказали долго жить наверняка повреждены боновые заграждения наверняка есть большие проблемы с расстановкой кораблей до которые были на всяких боевых дежурствах это значит что вот сейчас когда шторм утихнет совсем но россия еще не успеет восстановить к этому моменту свои заграждения высок риск атаки без экипажных украинских катеров которые в этот раз будут иметь гораздо меньше противодействия с российской стороны и соответственно поражение новых военных целей новых российских кораблей в собственно акватории черного моря и ну я бы в ближайшее время ожидал такого развития событий надо отдельно сказать что конечно мины которые существуют в черном море это большие большая гигантская проблема ну то есть просто представьте у вас в море огромное количество мин на таких морских мин вот этих здоровых знаете где у михалкова еще там так сказать грудь показывали в фильмах значит вот эти гигантские мины шторм их мог отбросить вообще куда угодно где угодно непонятно где они находятся и это может привести к взрывам и на гражданских судах и где угодно вообще поэтому конечно черное море сейчас представляет большую опасность да и вообще если в очередной раз повторю в 150 буду повторять каждый раз потому что это вопрос жизни и смерти если вы находитесь в крыму если вам вдруг почему-то пришло в голову что отличная идея съездить в крым и вы при этом гражданский то уезжайте оттуда как можно скорее крым это зона боевых действий крым это оккупированной россии полуостров крым это полуостров на котором огромное количество военных целей потому что это логистический хаб для российской армии поэтому по крыму будут продолжать наносить удары с воздуха с моря и отовсюду поэтому убирайтесь оттуда поскорее если совсем нет такой возможности то как минимум не подходите никаким военным объектом только узнайте заранее какие военные объекты являются военными объектами а какие нет потому что крым это сейчас одна из самых опасных вообще территории не находящихся на линии боевого соприкосновения под оккупацией россии несколько источников также сообщили что ураган повредил железнодорожные пути в прибрежных районах что может иметь логистические последствия для российских войск в оккупированном крыму и на юге украины потому что опять же крым это хаб и повреждение путей повреждение логистики это серьезное испытание для российской логистической инфраструктуры несмотря на сложные погодные условия пишет институт изучения войны российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории украины хотя и несколько медленнее за снега и плохой видимости российские зэдблогеры отметили что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку а также артиллерийскую коррекцию на херсонском направлении но отметили что украинские силы воспользовались условиями плохой видимости для закрепления позиции на левом берегу реки днепр те самые крынки про которые шайку говорят что там все отлично все под контролем а зэдблогеров мотает из страны в сторону где они то говорят что там все потрясающе у российской страны то в какой-то веке говорят правду это мотание вы поймете откуда оно взялось ближе к концу этого выпуска потому что наконец-то слили потрясающие документы потрясающий интерфейс российского министерства обороны и мы теперь гораздо больше знаем о том как министерство обороны россии контролирует информационное пространство как минимум контролирует телеграм-каналы и я думаю что теперь должно стать сильно понятнее почему вот это каналы постоянно мотаются туда-сюда почему они будут постоянно то пресс-релиза обминобороны фактически переписывают своими словами то в кои-то веки говорят ладно если по-честному то все врут и все достаточно хреново пресс-секретарь таврийской группы войск украины полковник александр штупун сообщил что российские войска на таврийском направлении от авдеевки до запада запорожской области примерно из-за погодных условий сократили применение артиллерии в полтора раза а беспилотников шесть раз но подчеркнул что российские войска продолжают активно использовать авиацию на авдеевском направлении сложные зимние условия отмечает институт изучения войны заставят обе стороны в большей степени полагаться на наземные атаки под руководством пехоты в отсутствие возможности воздушной разведки и корректировки артиллерии это вообще интересная тема потому что мы конечно с вами последний но год на верно обсуждали что война изменилась что теперь эта война дронов что vpv дроны стали намного эффективнее чем артиллерия потому что для того чтобы с артиллерией уничтожит какой-нибудь там танк или бронетехнику особенно в движении нужно прям много выстрелов сделать как правило но если мы в среднем берем да иногда бывает удачно что там с 1 1 попал иногда бывает супер неудачно что из сотоко не попал но в кабин Center на этом отношении стали намного эффективнее потому что ты ведешь цель то уничтожая цель до нее тоже не всегда попадают не всегда пробивают и прочее но гораздо эффективнее. И из-за этого изменения, в том числе из-за изменений не только FPV-дронов, но и дронов разведки, что теперь тебе не то, чтобы прям особо нужны какие-то господствующие высоты, не обязательно нужно иметь большое количество кротов, ты просто можешь повесить десяток разведывательных беспилотников и просто смотреть, и видеть, о, он там, бронь-кулак формируется, херачим туда артиллерией, например, или теми же FPV-дронами. И в этом контексте мы с вами долго-долго обсуждали, значит, как эта история повлияла на войну, но по итогу сейчас вот в зимний период появилось большое количество осложнений для этого, да, из-за метели, из-за снега, собственно, запуск этих дронов, да, он стал опаснее для самих этих дронов, ими и неэффективнее. Собственно, вопрос, который возникает, это как теперь будут выглядеть боевые действия вот зимой, ну, многое зависит еще от погоды и от ветра, ключевая штука в ветре, ветер в юго, значит, метель, это вот то, что может серьезно помешать современным средствам, да, малой авиации, разведке и прочего. Вот, и короче, судя по всему, сейчас война будет некоторое время более классической, хоть и в целом в таких тяжелых условиях сложно далеко продвигаться. В общем, посмотрим на то, как это повлияет на фронт. Тем не менее, беспилотники продолжают оставаться довольно эффективным средством и для нанесения ударов. Украинская сторона продолжает атаки по российским военным объектам в российском тылу. Беспилотник атаковал оборонный завод НПО Сплавтули, сообщает источник Астра. Помните, я вам говорил два дня назад, когда была предыдущая несводка, значит, когда не два, да, два дня назад, воскресенье, что вот эти атаки, которые были проведены украинской стороной по российской территории, значит, не надо верить на слово Министерства обороны, и через пару дней мы наверняка узнаем, что вот все эти отчеты о том, что все сбили, все уничтожили, и никакие цели не поражены, окажутся фуфелом. И, собственно, так и получилось. Собственно, Астра подтверждает, что беспилотник отковал оборонный завод НПО Сплавтули. Также часть неустановленного боеприпаса обнаружили на территории машиностроительного предприятия Туламаш-Тарпан. Во время ночной атаки БПЛА на Тулу 26 ноября один из беспилотников упал на крышу строящегося производственного цеха научно-производственного объединения Сплав, вот это вот как раз НПО, пострадавших нет. Собственно, что это за предприятие? Сплав – это предприятие оборонной промышленности, оно производит реактивные системы залпового огня ГРАД, СМЕРЧ, УРАГАН, ДАМБА, ОГОНЬ, УДАВ. Про ДАМБУ, кстати, мало чего знаю, надо будет посмотреть потом. Предприятие основано в 1945 году, входит в колдинг госкорпорации Ростех. Вообще, можно ли серьезно навредить оборонной промышленности такими ударами? Вы могли заметить, что это частая дискуссия у нас с Русланом, не то, чтобы он сильно это опровергает, просто мы пытаемся представить, да, ну вот есть у вас завод, есть завод большой, вот прилетает дрон, дрон несет в себе не очень много, значит, вот он там, не знаю, влетает в окно, влетает в крышу еще куда-нибудь, насколько серьезен этот удар, насколько этот удар осложнит, собственно, производство различных систем для российского вооружения. Тут есть несколько моментов. Ну, во-первых, в данном конкретном случае по строящемуся это хорошо, потому что строящийся еще менее укреплен, еще меньше укреплен, чем там, я не знаю, любые другие конструкции, и поэтому это может быть критично, то есть работу просто придется начинать либо заново, либо с каких-то более ранних этапов, да. Судя по всему, вот удар пришелся по какому-то там расширительной части, в смысле, что они как-то достраивают вот этот вот НПО-сплав. Подробностей нет, как этот НПО-сплав или настроен, потому что, ну, очевидно, это военный объект, поэтому информации в свободном доступе не так много. Опять же, если есть среди зрителей тех, кто там работает, напишите, пожалуйста, в личку подробности и о том, что произошло, и как вообще это все устроено, по некоторым другим заводам мне, например, написали подробности, за что большое спасибо. Я теперь понимаю это чуть лучше, скажу я, загадочно. Помимо этого, помимо того, что здесь вот конкретно по строящемуся объекту это действительно наносит урон очевидный, есть еще один момент. Дело в том, что чем чаще прилеты по оборонным предприятиям, тем серьезнее этим оборонным предприятиям приходится исходить из того, что могут быть прилеты. То есть это изменение протоколов, это разворачивание системы защиты, системы эвакуации, более серьезных мер предосторожности. То есть все это занимает время, все это занимает силы и, собственно, возможно, уменьшает количество желающих работать на этих самых заводах. И это может сказываться на эффективности производства на этих самых заводах. Поэтому, на мой взгляд, удары эти довольно важны. Я отдельно скажу, знаете же, еще когда летом были удары по Москве, по другим городам, многие такие это пиар-акции и прочее. Вот удары по оборонным предприятиям это не пиар-акция точно. Знаете почему? Потому что оборонные предприятия и вообще их фото, видео редко попадают в публичное пространство. То есть если там удар по Москва-Сити или еще по чему-нибудь такому, ну и много есть объектов, по которым можно ударить для того, чтобы это было прям громко, эффектно попало в заголовки, то там точно будут фото и видеозаписи, то с оборонными предприятиями все немножко не так, с режимными объектами. И охранник там вряд ли что-нибудь сплавит и прочее-прочее. Поэтому если бы задача была именно в медийном эффекте, то были бы по объектам, которые больше находятся под прицелом камеры, по которым с большей вероятностью будут распространяться новости и прочее. Здесь же, ну вот видите, уже третий или четвертый раз удар по каким-то именно объектам оборонной промышленности, при этом фото и видео нет. Ну, потому что режимный объект. Помимо этого, в ту ночь на территории производственного цеха ООО «Туламаш-Тарпан» нашли составную часть неустановленного боеприпаса со взрывчатым веществом. ООО «Туламаш-Тарпан» — это правоприемник ООО «Туламаш-Завод», созданного в 2007 году на базе крупнейшего предприятия машиностроительного комплекса России ООО «АК Туламаш-Завод». Основным направлением производственной деятельности является выпуск деталей и узлов к продукции машиностроительного назначения, сообщает Астра. Также удар 26 ноября утром был совершен по авиационному заводу в Смоленской области. Российская сторона довольно активно рассказывала, что, опять же, все беспилотники сбиты. Беспилотники ВСУ, писала тогда база, попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области. Попытка атаки произошла утром 26 ноября. По данным базы, всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа. Первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Спустя полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник. На этот раз он был подавлен силами РЭП. В итоге, пишет база, дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет. Это уже не первая атака, попытка атаки на Смоленский авиационный завод. За последнее время, писала база, несколько дней назад беспилотник пытался нанести удар по территории завода, но также был подавлен силами РЭП. Однако, насколько действительно все это было подавлено и сбито, даже база признает, что удар в итоге был нанесен, по крайней мере, по крыше. Украинские спецслужбы заявили, что провели удачную атаку дронов на Смоленский авиационный завод. Собственно, издание РБК «Украина» сообщило об этом со ссылкой на источник спецслужб. Это была удачная операция, цели поражены, сообщили собеседники, собеседник издания. Вообще, честно говоря, в какой день, какой удар, по каким заводам наносился, сейчас довольно тяжело понять, потому что ударов достаточно много. Российская страна в этом смысле не помогает абсолютно, потому что постоянно замалчивает вообще любую атаку и рассказывает, что она все сбила. И, как правило, дает неверные цифры, неверные зоны ударов и прочее. Поэтому лишь можем констатировать, что усилились и увеличилось количество ударов по российским военным объектам, заводам и предприятиям. И, судя по всему, часть из них, как минимум, достигает цели, а как максимум, наносит поражение. Вообще, сейчас у России довольно интересный период в этой войне. Дело в том, что очень хорошо раскрутились информационные войска, которые активно пытаются делать вид, что у России все замечательно. На самом деле, они не стали лучше работать. Просто любая пропаганда, любая дезинформация, она хорошо ложится только в одном случае, если для этого есть эмоциональная почва. И вот российская пропаганда выбрала момент, когда есть некоторое разочарование, депрессивный эпизод, как говорил Михаил Подоляк, от того, что украинское контрнаступление не закончилось каким-нибудь оглушительным успехом, что не был взят там Мелитополь и даже Дакмак. И, естественно, это некоторым образом демотивирует и украинцев внутри самой страны, и западных партнеров. Из-за этого начинаются всевозможные обсуждения, типа, а можно ли вообще в войне выиграть, а вот смотрите, у России санкции почти не действуют, из чего делать этот вывод, понятно, не до конца, но, опять же, это близко к пониманию контрнаступления, потому что ожидали, что Россия развалится, ожидали, что экономически Россия будет просто стерт с лица земли, но нет, санкции имеют эффект, безусловно, имеют, но не такой масштабный, как планировалось. Во многом эта проблема связана с тем, что огромное количество компаний и стран по всему миру помогает России обходить санкции, но самое вопиющее, это когда европейские компании сами обходят санкции для взаимодействия с Россией, а европейские страны для этого ничего не предпринимают. И в этом контексте, конечно, тоже есть какая-то вот такая щепотка уныния, все это вместе смешивается в коктейль, где части людей вот по этим эмоциональным причинам разочарования кажется, что у России все хорошо. При этом никаких объективных данных, которые бы рассказывали, что у России все хорошо, в том числе на линии фронта, нет, в природе, их не существует, зато есть объективные данные, что все не очень хорошо. К чему была эта большая преамбла? Дело в том, что Россия сейчас вообще двигается вперед и пытается наступать излюбленной тактикой, мясными штурмами. И поэтому у России последние несколько недель самые большие ежедневные потери за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Солдаты гибнут десятками, сотнями, а иногда и тысячами, в том числе на Авдеевском направлении, где просто все усеяно трупами российских солдат. Да, российские источники говорят, смотрите, мы зашли на промку, как круто. Ну, как круто, потеряв огромное количество солдат, огромное количество техники и пока не приближившись к тому, чтобы захватить, например, Авдеевку. Даже если Авдеевка будет захвачена с точки зрения потраченной живой силы, которая не будет восполнена до марта, как минимум до президентских выборов, после которых, возможно, будет мобилизация, тогда будет какое-то пополнение. Это все довольно такой отчаянный риск и, собственно, серьезная ставка. То есть, ставка России сейчас максимальная на симуляцию, на симуляцию для Запада, для Украины. Россия надувает щеки и пытается сделать вид, Владимир Путин пытается сделать вид, что все хорошо под контролем, что россияне войну не замечают, что с экономикой все хорошо, что на фронте вообще идем вперед и прочее, и прочее. Но это все не бьется с реальностью. Но у него получается с кем-то этот трюк проворачивать, потому что, опять же, это все падает на зерна сомнений, на зерна разочарований, потому что люди ожидали гораздо более быстрого итога. Почему люди ожидали гораздо более быстрого итога? В ситуации, когда есть огромная, гигантская Россия с большим количеством ресурсов, есть Украина, которая в разы меньше экономически, физически, с точки зрения количества населения, с точки зрения вооружения и всего остального, почему все ожидали, что Украина быстро разгромит Россию, вопрос, конечно, не праздный. Ну, был, конечно, такой шанс в 2022 году, если бы Запад резко дал Украине все необходимые вещи, там, танки, те же Хаймарсы, не летом, а прямо в феврале, и Ф-16, не через, там, два года войны, а, собственно, сразу, тогда бы, да, тогда бы еще можно было о чем-то таком говорить, но, к сожалению, объем помощи, который предоставляется Украине, недостаточно для того, чтобы нанести сокрушительное поражение России здесь и сейчас, при том, что у России все еще очень много авиаций, в отличие от Украины, все еще есть дальнобойные ракеты, да и воюет Украина не в полную силу, не потому, что не хочет воевать в полную силу, а потому, что отсутствие возможности воевать в полную силу, например, наносить удары, в том числе, ракетами по российской территории, ведь именно на ней расположены склады, Украина не может, потому что Запад ставит это условием того, что будет продолжаться поддержка Украины. Так что это довольно забавно, когда Владимир Путин говорит, что он ничего не начинал еще, и Россия ничего не начинала, по факту это все наоборот, ну, то есть, по факту Россия делает все, что может, а Украина и ее партнеры делают не все, что могут, то есть, партнеры Украины присылают Украине не все вооружение, которое могли бы послать, а Украина, в свою очередь, из-за обязательств, которые вынуждают западные страны давать в отношении оружия, не бьет, например, ну, то есть, штурмшедовыми и скальпами можно было бы расхерачить все склады в Белгородской области, которых там очень много, склады с вооружениями, просто вот так вот, можно было бы нанести удары по российским аэродромам теми же АТКМСами. Надо сказать, что на российской территории, из-за того, что Россия знает, что Украине нельзя бить западным вооружением по российской территории, из-за этого на российской территории ПВО гораздо меньше. Именно поэтому беспилотники так легко туда пролетают. Беспилотники – одно из немногих вещей, которые Украина может использовать для нанесения ударов по территории России, потому что они не западного производства. Ну и так далее, и тому подобное. Но, короче говоря, вот в общей ситуации мы видим, что на самом деле у России на фронте не то, что не очень хорошо, все довольно плохо. Не с территориальной точки зрения, территориальных завоеваний, хотя тоже последнее большое территориальное завоевание России – это Бахмут, и было это, хрен пойми когда, и было это, опять же, через гигантские потери. Но, даже если мы уберем территориальную историю из уравнения, то с точки зрения потерь у России они колоссальные. Об этом заявляет и британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине, опубликованном в Твиттере Министерства обороны Великобритании. Российские потери в ноябре, по данным генштаба ВСУ, составили в среднем 931 человек в сутки, пишут авторы обзора. До этого, согласно тем же данным, самые большие потери России понесла в марте 2023 года, когда в разгар наступления на Бахмут российские силы в среднем теряли 776 человек в день. Военная разведка Великобритании отметила, что не может подтвердить методологию генштаба ВСУ. И вы тоже наверняка такие, Майкл, почему мы обсуждаем методологию генштаба ВСУ, но, пишут они, если брать общее число убитых и раненых, то эти значения правдоподобны. Вы, кстати, можете вспомнить, что ровно это я говорил множество раз, в том числе, кстати, в эфире украинских каналов, когда еще давал хоть кому-нибудь интервью. Сейчас я этого не делаю. Как вы могли заметить, я вообще не хожу ни на какие интервью, не даю никаких комментариев. Если воспринимать потери, которые публикует генштаб ВСУ, не как количество убитых, а как вот общее количество санитарных потерь убитых плюс раненых, то цифры плюс-минус правдоподобные и, собственно, соответствуют тем подсчетам, которые ведут независимые аналитики. И, собственно, военная разведка Великобритании считает то же самое, что цифры правдоподобные, как и, собственно, их соотношения. Вот прошлый пик, который отмечался, это был Бахмут. И действительно мы узнали, что Россия там за очень короткий промежуток времени потеряла 40 тысяч человек раненными, 20 тысяч человек убитыми, то есть 60 тысяч общих потерь, что гигантское вообще количество, просто гигантское, огромное. И вот сейчас, судя по пику очередному, потери России даже больше ежедневные, чем были тогда. Вероятно, за последние 6 недель российские войска понесли одни из самых высоких потерь за все время войны. Тяжелые потери во многом обусловлены наступлением российских войск на город Авдеевка в Донбассе, говорится в обзоре значит британской военной разведки. В целом, это можно было бы оставить, наверное, за скобками, если бы небольшое количество свидетельств российских солдат. Я рассказывал вчера в ролике подробно про военных, которые записывают обращение к Шойгу, про кадры, видео кадры с именно Авдеевского направления. Но в целом, вся российская армия по всем направлениям, включая Запорожское направление, включая Херсонское направление, действует плюс-минус одинаково, просто пушечным мясом. Вот, например, что рассказывает один из военных, собственно, из 394-го полка, где служат уроженцы Дальнего Востока, о том, что происходит в Запорожской области. Он просто рассказывает, что с ними там делали, в какую ситуацию он попал. Там буквально две минутки, давайте послушаем, собственно, его рассказ. Когда мы приехали на базу туда, мы начали, короче, забирать документы, телефоны, все начали забирать. Первый день мы вообще просто так там просидели. Второй день, один раз мы съездили на полигон и тут же вечером нас начали забирать в темноте. Ничего не документы, ничего не отдали. Все нам, мы пришли туда, нам сказали, что все будет нормально, короче, будет артиллерийная поддержка, будет, короче, у нас там корректировка, все будет хорошая, короче. В итоге все было далеко не так. Мы только туда зашли, по нам работала артиллерия, дроны, много-много было там пацанов, кому мы видели уже двухсотых. Все мы зашли, начали там, короче, нас делить на группы, актировали, ну вообще непонятно как, корректирую куда идти, непонятно, что делать, не сказали, с какой стороны вражеская позиция. То, что вражеская позиция она сейчас будет ложить, тоже нам никто ничего не сказал, в итоге мы пошли по нам, просто ударила артиллерия, кассетный удар. Ну вот, сейчас в итоге сейчас гостопили. Когда хотели откатиться на эвакуацию, не дали добро, сказали, сидеть там, перебинтовывайтесь, сказали, перебинтовывайтесь, перематывайтесь, следите в турн, хотя мы уже идти не можем, потому что у нас ноги перебило, кассетой. Пять дней там пробыл, еще уже раненый. На шестой день эвакуировали, и то, когда эвакуировали, ничего не отдали, ни документы, ничего. Он также отдельно отмечал, что командование предлагало мобилизованным заплатить 90 тысяч, чтобы избежать отправки вперед. То есть можно просто откупиться. С словом мужчины, у всех вновь поступающих солдат, командование начинает собирать деньги, а на следующий день отправляет на боевое задание, откуда те уже не приходили. Экзаключенный, воюющий в этом же полку, в разговоре с осторожной новостью, сообщил, что его и других новеньких возили на полигон один раз потренироваться, и в этот же день быстро собрали и отправили на передовую. При этом экзаключенные даже не знали, с какой стороны вражеская позиция, получившие тяжелые ранения, снова посылали на штурм, не предоставив медицинской помощи. Впрочем, это вы слышали из аудиозаписи. То есть это вот по всем линиям, по всем линиям фронта Россия просто посылает пушечное мясо, и, собственно, только за счет этого достигает удержания фронта. Что с одной стороны, если мы берем ту же Великую Отечественную войну, тактика пушечного мяса, она вполне себе рабочая. Но вам для этого а, нужно очень много пушечного мяса, б, постоянное его пополнение. И вот с этим как будто у России есть большие проблемы. Потому что, судя по всему, до выборов Владимир Путин отказался от мобилизации населения. А после выборов, даже если он захочет это сделать, есть ощущение, что мобилизация может сыграть серьезную политическую роль. Но успехи Украины в уничтожении российской армии и в том, насколько большие у России потери, косвенно подтверждает и генсек НАТО Столтенберг. Он заявил, что в последние месяцы ВСУ не смогли освободить много территорий, но нанесли значительные потери российской армии. Об этом Ген Столтенберг заявил, комментируя в Брюсселе события, происходящие на фронте в Украине, сообщает Радио Свобода. По словам главы НАТО, в Украине сложилась удивительно сложная обстановка на фронте, особенно на Востоке. Столтенберг сказал, что количество потерь там высокое, бои интенсивные, а линия фронта существенно не сдвинулась. Нам нужно различать тот факт, что линии фронта не так сильно движутся и тот факт, что на самом деле ведутся очень тяжелые бои. И снова мы поражены храбростью, компетентностью украинских сил, а также их способностью фактически нанести удар по российским линиям вглубь территории контролируемой России. Несмотря на относительную неподвижность линии фронта, говорит он, украинские силы продолжают наносить потери российским и снижать боевые возможности противника. Военные достижения измеряются не только квадратными метрами, но и потерями, которые вы можете нанести противнику. Украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери как в личном составе, так и в снижении боевых возможностей. Поэтому это значительные достижения, отметил он. И они также смогли оттеснить Черноморский флот из большей части Терного моря, поэтому эти военные достижения остаются важными. Хотя за месяц мы не увидели никаких значительных территориальных достижений. И вы тогда спросите, Майкл, а если вот все так, ну не то, что хорошо, но неплохо, если действительно российская армия не имеет существенных продвижений, ну таких ключевых, если несет гигантские потери, а что тогда вот в информационном пространстве, например, российском, в тех же Z-каналах, которые ты, Майкл, так любишь, об этом не так много ноют? Ну, во-первых, я много раз объяснял, как работают Z-каналы, что они находятся под мониторингом Минобороны, что им дают по шапке в случае, если они начинают сильно ныть. Но раньше это были мои слова. Дело в том, что я занимаюсь исследованием российской пропаганды последние, сейчас какой год, 23, 15, 5, 6, 7, 8 лет. Ну до этого еще в институте тоже это было предметом моего интереса. Поэтому я знаю, как там все устроено. Я вообще знаю, как работает пропаганда. И именно поэтому я не приемлю пропаганду ни в каком виде. Я не приемлю ни пропаганду, значит, вот эту классическую, то есть, где врут людям, где Маргарита Симоньян рассказывает, что значит, Россия начинала войну и прочее. также я и против хорошей так называемой пропаганды. Ну то есть, когда рассказывают, наоборот, не знаю, как-нибудь дезинформируют, но в обратную сторону. Типа это иногда называют контрпропагандой. Хотя мне кажется, это неправильное слово, но тем не менее. Почему я против пропаганды в целом? Потому что пропаганда вводят в иррациональное состояние. Даже если это пропаганда здорового образа жизни. Вы можете рассказывать про здоровый образ жизни, но если вы его именно пропагандируете, навязываете, то есть, обращаясь к эмоциональному спектру, к иррациональному спектру. Да, эмоции не равно иррациональность. Да, то есть, я могу эмоционально выражаться и говорить объективную информацию. А могу эмоционально выражаться, апеллировать к вашим эмоциям и вводить вас в иррациональное состояние. Это и есть пропаганда. Этим я не занимаюсь никогда. И, собственно, почему я этим никогда не занимаюсь? Потому что, ну, во-первых, у меня такой моральный компас, а во-вторых, потому что это неэффективно. Тот, кого можно распропагандировать в одну сторону, потом можно и иначе. Давать инструменты для объективного анализа реальности. Ну, то есть давать объективную реальность и возможность вам ее проверить. И вот с этой точки зрения мы получили подтверждение того, о чем я много говорил два последних года. Что Министерство обороны России создало структуру, в рамках которой полностью мониторит информационное пространство. Буквально на ручном контроле у нее все эти Z-каналы. Не в смысле, что все они подчиняются им на обороны, а в смысле, что если они начинают быть слишком самостоятельными и вредными, по мнению Министерства обороны или тех, кто за это отвечает, то их накрывают. Какие подтверждения чего мы получили? Мы получили подтверждение того, что существует эта мониторинговая система, что внутри нее делят каналы на те, которые несут позитив и те, которые несут негатив. Что внутри этой системы есть методички и ресурсы, которые не ресурсы, а материалы, которые рассылаются Z-каналом. Почему иногда в Z-каналах прям целый день херачат одно и то же видео, рассказывают про величие российской армии? Да вот потому, что через эту систему мониторятся Z-каналы и по ним все это отсылается. Про что я вообще говорю? Я говорю про взлом Катюши. Украинские хакеры группы киберсопротивления проникли в сети Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Они получили доступ к системе мониторинга и аналитике СМИ Катюша и изучили внутреннюю документацию и программное обеспечение, которое используют российские военные пропагандисты. Документации и ключи были переданы международному разведывательному сообществу InformNapalm, которое раскрыло детали взлома в своем материале. Они выложили видео, на которых видно, как эта система выглядит и устроена. Вы эти кадры видите сейчас перед собой на экране. То есть видите, разные разделы. Разделы с информацией, разделы с различными ресурсами, поиск количества цитирований, значит, динамика и прочее, прочее, прочее. Забавно, что там отдельно они тоже друг другу врут. Там, например, есть какие-то кадры, где типа негативных упоминаний. Ноль, значит, во всех соцсетях. Ну, естественно, такого не бывает с Министерством обороны. Всегда найдется кто-нибудь, как минимум я, кто будет не очень позитивно к ним настроен. Но, опять же, в общем, я не говорю, что они там приписки прямо делают, хотя, возможно, и делают. Но, скажем так, мониторинг они делают специально таким образом, чтобы поменьше было проблем. Хотя именно тех, кто, значит, Z-каналы, которые ассоциируют себя с провоенным движением, их отдельно выделяют, но об этом чуть позже. Согласно полученным данным, пишет Инсайдер, сотрудники департамента анализируют предоставленную в СМИ информацию о вооруженных силах Российской Федерации, отдельно изучают публикации в иностранных медиа. Помимо этого, департамент готовит ежедневные отчеты с пропагандистскими репортажами. Хакеры показали файл с примером ежедневного обзора СМИ. Также хакеры киберсопротивления нашли письмо Игоря Коношенкова, заместителю гендиректора ВГТРК, это Россия-1, Россия-24, Игорю Шестакову. В нем упоминается неблагонадежные российские телеграм-каналы. Доступ к приложению с перечнем этих каналов хакерам заполучить, к сожалению, не удалось. Но из того, что я вам показывал, есть один скриншот. Давайте его посмотрим. Где вы видите позитивные каналы, которые позитивно упоминают, соответственно, Минобороны. И негатив. Вы можете видеть завсегдатаев наших с вами любимых. Значит, ну вот как раз первые шесть, да, за исключением, наверное, рыбаря, который иногда себе что-то позволяет. Я почти никогда, ну, их не беру для обзоров, потому что, действительно, они просто шпарят по методическому Минобороны и все. Дальше же идут наши с вами любимцы. И Игорь Стрелков здесь вот сидит. И, значит, два майора здесь сидят. Тринадцатый, наш любимый, у него сейчас прав с проблемой, его ищут кадыровцы, но об этом, может быть, как-нибудь позже вам тоже расскажу. И неонацисты из ДШРГ Русич, которые не любят российских военных, несмотря на то, что сами являются российскими военными. Записки ветерана, ну, ВЧК ОГПУ, вообще не понимаю, почему сюда попал, он не то, что прям Z-канал, это просто канал сливной бачок, вот, куда сливают иногда достаточно интересные документы. Короче говоря, как вы видите, все это мониторится. Есть ли у меня подтверждение тому, что те, кто вот негатив пишет, да, к ним потом приходят и, скажем так, накрывают их? Подтверждений прямых нет, но это письмо, например, КВД ТРК подтверждает, что не просто проводится мониторинг, но предпринимаются действия для того, чтобы кому-то указать на то, что вы ведете действие неправильно. Я вообще, короче, первое, если меня смотрит кто-то из киберсопротивления, напишите, давайте свяжемся с вами, я вообще хочу повзаимодействовать, вот, потому что, опять же, как я и говорю, тема пропаганды, ее изучения и разоблачения, это одна из приоритетных для меня тем. А второе, если кто-то, у кого-то есть доступ к этой Катюше, если кто-то работает прям в этом и точно знает, как это устроено и может, так сказать, поделиться информацией, опять же, пишите мне в Телеграм, с удовольствием пообщаюсь. Вот, мне в последнее время вообще много пишет разных интересных людей из российских оборонительных структур разного уровня и, скажем так, информация очень добавляет понимание в складывающуюся картину. Собственно, информационное взаимодействие есть не только с Телеграм-каналами, вот этих вот всех бесконечных гниг, но и в более широком спектре. Вы, наверное, помните, как Жон Мобилизованных, когда они начали писать хэштеги, ВКонтакте начал вообще напрямую блокировать, мы даже об этом узнали, потому что ВКонтакте об этом написал. Но, в общем, сейчас Жоны Мобилизованных начинают шириться, 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 делать какие-то заявления, часть из них подкупают, часть из них запугивают, но, в общем, это потихонечку начинает разрастаться, и вы могли заметить это по манифесту Жон Мобилизованных. Собственно, часть Жон Мобилизованных обратилась ко всем россиянам со своим манифестом. В нем, значит, обращение к каждому, мольба о помощи, прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, написали они, которую мы не в силах вынести в одиночестве. Мы стучались во все двери, наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи, в первую очередь от самих мобилизованных и их близких. С таких слов начинается обращение, публикованное в Телеграм-канале «Путь домой». Вообще, с путем домой есть проблема. Конечно, по слогу периодически он похож, что называется, на ЦИПСО, но я пообщался с некоторым количеством коллег, и они мне подтвердили, что в этом канале, в этом движении, которое ведет этот канал, есть настоящие жены мобилизованных, прям верифицированные. Более того, я помню, как появлялся этот канал, опять же, не похоже на какую-то спецоперацию. Да, они говорят чуть более провокативно и открыто, чем это делают другие жены мобилизованных, но возможно это действительно потому, что женщины доведенные до отчаяния. Они, собственно, об этом и пишут, что надежды почти не осталось, ни у кого из нас нет уверенности, у многих уже нет будущего. В общем, довольно подробная там, значит, история с обращением к властям, с обращением к россиянам, мы с вами обсудим ее в следующем видео, которое сегодня, надеюсь, выйдет на канале, потому что тема такая, я вот все ждал, все ждал, когда накопится необходимый пласт информации и взаимодействия для того, чтобы взяться за эту тему, уже более широко, нежели в прошлый раз, потому что в прошлый раз, когда 7 ноября вышли там несколько жены мобилизованных на митинг КПРФ, я сказал, о, это начало, это начало из-за чего-то большого, ну, вы можете сами посмотреть этот ролик, и это точно будет развиваться, тогда еще не было ни телеграм-канала, ничего не было, никаких манифестов, никаких закрытых митингов, но для меня было очевидно, что вот это будет большое испытание для российской власти, и что действительно, если эти жены мобилизованных действительно смогут в информационное противостояние, если они смогут понять, как устроен современный мир и свою силу, то это может стать большой проблемой для власти. Поняли ли они? Черт его знает. Ну, часть не поняла точно, вот эти вот, которые провели закрытый митинг, они потихонечку продолжают публиковать отдельные видеозаписи, но там все заблюрено, они порезаны, ну, то есть очень плохо, по их некоторому тоже, не то чтобы манифесту, но итогу их встречи, понятно, что им дали денег и что-то пообещали, ну, как и писала Верстка, что будут делать жены мобилизованных, поэтому те из Новосибирска до момента, пока они поймут, что их снова кинули, наверное, немножечко оставляем вот в стороне, но тем не менее, количество различных заявлений от жен мобилизованных и разных таких, ну, даже не организаций, а мини-объединений, оно продолжает увеличиваться, и это знак хороший. Хороший не потому, что как-то я супер поддерживаю жен мобилизованных и самих мобилизованных, нет, это жены убийц, жены людей, которые пошли на войну, эти жены их туда отпустили, эти жены там, возможно, подумали, что как-то получат денег или гробовые и прочее, и да, сейчас они как-то пытаются взаимодействовать с российской властью, но, опять же, они не выступают против войны, они всячески поддерживают уничтожение Украины, поэтому большой какой-то эмпатии у меня к ним нет, более того, я там могу сказать, что на 90% их мужья домой не вернутся, а погибнут прямо там, ну, если не развернут оружие, не пойдут на Кремль, но в любом случае, безусловно, действия этих родственников мобилизованных, они влияют на Кремль, они наносят по нему удары, такие комариные укусики небольшие, но совокупность комариных укусов может и обескровить, по крайней мере, российскую власть. Надо сказать, что вот эти комариные укусики, они не только со стороны социалки, в смысле, не только со стороны общества, они и со стороны экономики, например, несмотря на постоянные заявления, что у России куча денег, у нее все хорошо, по косвенным признакам, мы опять видим, что это не так. Ну, например, российскому правительству придется явно объяснять, откуда дефицит больше, чем предполагался и что делать с этим в будущем. Так, коммерсант сообщает, что правительство России собирается возложить прямую ответственность за бюджетный дефицит на глав Чечни, Дагестана, Ингушетии и Тувы, а также четырех новых регионов, в кавычках, значит, так власти России называют территорию Украины, аннексированную в 2022 году. Руководители должны подписать соглашение или отказаться от дотации до 18 декабря. Интересная тенденция, потому что, мягко скажем, значит, упомянутые регионы, причем как, значит, оккупированные, так и российские, отношения с ними вообще в целом довольно напряженные, как и с Тувой, с Чечнёй, с Дагестаном. И вообще вот эта вот тема, да, некоторого такого антагонизма, типа русские против нерусских, ну, так это называют Z-каналы, она форстится все больше. И, собственно, вот такая еще экономическая подвязка, да, понятно, что правительство хочет просто резать косты, но, собственно, выход с обвинениями, это приведет еще и к общественно-политическому недовольству. Короче говоря, денег не так много, как России бы хотелось, и более того, в ближайшее время вряд ли станет сильно больше. Ну, то есть Россия переориентируется, пытается на Азию, в том числе с точки зрения энергоресурсами. Однако, Китай не партнер России. Китай партнер только самого себя. И любую ситуацию использует свою сторону. В общем, Китай заговорил с Россией о силе Сибири 2 с позицией силы. Ну, так это обозвало агентство. Строительство одного из ключевых российских газовых проектов, необходимого для роста доходов от экспорта, вероятно, будет медленнее, чем ожидалось, поскольку Китай пытается использовать свою переговорную позицию, сообщила китайская газета South China Morning Post. Еще одним препятствием при реализации проекта может стать позиция Монголии. Этот проект нужен Владимиру Путину, чтобы перенаправить в Азию газ, который перестал закупать Европу. Короче, может, потом обсудим подробнее уже с Меловым в воскресенье. Но суть заключается в том, что, короче, Китай хочет лучшие цены. Китай хочет, чтобы все издержки по строительству взяланса Россия. Монголия тоже хочет всевозможных гарантий. В общем, все понимают, что у России выхода нет, поэтому с нее можно трясти бабки в гигантском количестве и, собственно, никуда не спешить, пока Россия на это не согласится. Вот такой вот суверенитет, вот такой 5D геостротек-шахматист Владимир Путин, которого и типа его партнеры кидают. Вообще, я не очень люблю про международку говорить, потому что я небольшой специалист в этом. У меня ситуация складывается интересная. Армения уже чуть ли не выходит из ДОДКБ, и не надо мне писать, что это не так, что они заявили, что не выходит. Я понимаю, что пока не выходит, но не посещает, так сказать, мероприятия совместные, не принимает участие в учениях, явно налаживает коммуникацию со Францией в целом, с Францией и в целом с НАТО. В общем, стратегического партнера в виде Армении Россия явно потеряла уже. Казахстан на перепутьях постоянных, пытается определиться. Значит, Китай использует Россию в хвост и в гриву. Северная Корея имеет с Россией технологии в большом количестве. Иран имеет большое количество денег. Короче говоря, вот тот, кто прям по зову души России, разве что Лукашенко, ну и тот вот просто деньги подсасывает постоянно, а сам кулуарно договаривается, в том числе с украинскими представителями, о том, что может гарантировать, что белорусская армия точно никогда на территорию Украины не вступит. В общем, собственно, геостратегический гений Владимира Путина приводит к полной изоляции даже с теми, кто, по идее, был союзниками и партнерами. Ну и напоследок, еще одна история, ярко демонстрирующая то, о чем я говорю. Помните Брянскую область? И как над ней были сбиты российские самолеты-вертолеты, мы тогда гадали, что это было, и мы пришли к выводу, что, честно говоря, похоже на Патриот, конечно. И оказалось, что это действительно было так. ВСУ утверждает, что в мае 2023 года сбили российские вертолеты и самолеты над Брянской областью. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнац заявил, что украинские военные в мае 2023 года в течение пяти минут уничтожили сразу пять российских самолетов и вертолетов над Брянской областью. Об этом он сказал в интервью издания Новинарния. Это была блестящая операция под руководством командующего воздушными силами. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Патриот за пять минут уничтожили сразу пять бортов в Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы, сказал Игнац, статопоиздание-обозреватель. Его словам речь идет об истребителях Су-34-35, двух вертолетах Ми-8, ТПР-1 и еще одном вертолете Ми-8. Количество уничтоженных вертолетов и самолетов – это правда, мы помним эту историю, мы помним эту ситуацию. Тогда было несколько версий, что это ошибка российского ПВО, что это диверсия российского ПВО и что это Патриот, потому что по параметрам подходил именно он. Что ставило под сомнение эту версию, что, во-первых, Патриот придется довольно близко подвести к линии фронта, что опасно, и Россия может просто его уничтожить, что будет невероятной потерей для украинской системы ПВО. Второе, что вообще-то, вообще-то, есть договоренность о том, что украинское оружие не используется для ударов по российской территории. Тут, правда, не совсем территория, ну, то есть как, как бы они в воздухе, они возвращались с задания, но давайте так, это даже не серая зона. Я это полностью одобряю и надеюсь, что это станет постоянной историей. И вот здесь мы как раз видим, что Украине приходится себя ограничивать. Потому что, представим на секунду, что Украине дали гораздо большую систему Патриот, что их хватает не только на оборону Киева и других украинских городов, но Украина может их и поставить вдоль линии фронта. Российские самолеты и вертолеты перестали бы там летать вообще. Потому что система Патриот просто бы их изничтожала. Посмотрите, сколько за пять минут было уничтожено. Однако, судя по всему, после этого инцидента западные партнеры напомнили об обязательствах и Украина больше так не делала. Что жаль. Именно об этом я говорю, когда повторяю, что это Украина и Запад могут увеличить силы для этой войны. И в основном это, конечно, история про Запад. Именно Запад сдерживает Украину. Не из злого умысла, как мне кажется, а действительно из опасений, что там Путин может ядерные бомбы ударить, еще что-нибудь и прочее. Но, к сожалению, из-за этих опасений теряются украинские жизни. Теряются жизни украинских солдат. Поэтому я надеюсь, что в самое ближайшее время Запад пересмотрит свою стратегию, даст наконец-то все необходимые вооружения и перестанет сдерживать украинскую армию для того, чтобы она наносила удары по российским самолетам, вертолетам, военным частям, складам с боеприпасами уже на территории России. Ведь, как известно, я людоед из-за того, чтобы били по Белгородской и Брянской области. Правда, люди, которые это говорят, обычно не учитывают, что Украине все равно приходится биться по Белгородской и Брянской области просто своими ракетами, которые гораздо менее точны. Здесь же удары будут эффективными, и вероятность того, что какие-то из этих ударов придутся по мирным жителям, гражданским объектам, будет стремиться к нулю. Ну, а с вами был Майкл Наки. Надеюсь того, что вероятность поддержки ваше этого видео не будет, стремимся к нулю. До скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok